Всем доброго, прекрасного дня! Сегодня в этом видео расскажу, как я использую эфирное масло лаванды в своей ежедневной жизни как мама, как жена, как женщина просто и как обычный человек. Это на мне луч света, не знаю, куда его деть, поэтому вот он будет с нами в этом видео. Итак, лаванда. В первую очередь, лаванды это масло матери и ребенка, и, конечно же, я его использую для своих детей, чтобы они успокоились, не ревели, не орали, не истерили, крепко спали и не шумели. Поэтому в данном случае я его использую, конечно же, в диффузоре, потому что для детей, конечно же, это прекрасный способ использования масла ингаляционный. Я перед сном очень люблю это делать, где-то за час до сна немножечко лаванды, немножечко апельсина. Такое легкое-легкое спокойствие, все перестают орать, настраиваются на сон и довольно-таки быстро и крепко засыпают. Второй момент, как можно еще успокоить детей, нанести лаванду с базовым маслом на стопы. Также можете успокоить и себя, если хотите крепко и хорошо заснуть, тоже использовать ее как раз на стопы с базовым маслом. Но лучше, если вы используете это для сна, сделать это заранее, чтобы как раз когда вы уже пошли спать, лавандочка у вас уже была в каждой клеточке вашего организма, и чтобы вы уже как раз легли и крепко, хорошо заснули. Как еще можно использовать лаванду для как раз крепкого сна? Можно на... кто-то капает на подушечку, но я считаю, что это довольно-таки длительное воздействие в течение всей ночи, и я не особо это люблю делать. Если вы это делаете, конечно, делайте дальше, если вам это нравится. Вот, я люблю больше, например, на ватный диск, туда чуть-чуть базового масла, чуть-чуть лавандочки около кроватки, например, ребенка положить на 10-15 минут и убрать. То есть дать на организм ребенка это воздействие масла, и потом уже убрать, чтобы длительного воздействия не было. И тоже так же с диффузором. Почему я его не включаю на всю ночь? Просто потому, что я считаю, что будет передозировка маслами, особенно у детей. Длительное воздействие это в течение 8 часов, 8-9 часов в течение ночи. Такое длительное воздействие эфирного масла на организм довольно-таки тяжело, особенно для маленького ребенка. Поэтому я это тоже не рекомендую. Вот, это про успокоение. Как я его для этого использую? Также, если мы пока разговариваем еще про маленьких детей, лаванда, конечно же, прекрасно снимает любую зубную боль. Например, когда у ребенка маленького у меня лезли зубы, я делала с базовым маслом на проекцию джошин вот сюда, наносила, когда он спал, потому что он в течение дня может растирать, потом это в рот, в глаза, во все остальные места, куда не надо. Поэтому, когда он спал, я ему аккуратненько вот сюда наносила и сзади ушек наносила, потому что, когда у него лезут зубы, я думаю, это у многих детей так бывает, они еще ушки так теребут, потому что зубная боль все равно отдает еще в уши, и им тоже там больно. И, соответственно, про уши, например, если у вас у ребенка отит или какая-то стреляющая боль в ушах, если у вас нет герани в это время, потому что с этой задачей она справляется просто идеально, если у вас есть лаванда и чайное дерево, можно с базовым маслом тоже вокруг ушек нанести и прекрасно справляется с какими-то больными ушами, с стрелянием в ушах, с отитом и так далее. Тоже очень хорошо работает. И как раз если мы говорим про зубы, отсюда мы идем дальше, если у вас или болят зубы, или, например, там удалили зуб, какая-то ноющая боль в зубах, можно тоже использовать лаванду, тоже на проекцию десен. Но, конечно, если у вас есть копайба, она в этом случае будет лучше. Но если есть лаванда, то можно использовать и ее. Она как обезболивающая, такой эффект вам даст. Это что про боль. Было. Идем дальше. Для расслабления и успокоения как раз можно использовать ее в ванной. Я люблю сама себе сделать прекрасную расслабляющую ванну с английской солью, либо со сливками, либо с медом, чтобы растворить эфирные масла в эмульгаторе, чтобы они у меня не плавали по поверхности, и принять эту ванну. Конечно, там есть определенные ограничения, например, по температуре воды, потому что мы эфирные масла не нагреваем. При нагревании они меняют свою молекулярную структуру и теряют все свои полезные свойства. Поэтому ванну, когда принимаете, тоже лучше соблюдать температурный режим. Ну и, в принципе, если вы принимаете ванну с английской солью, вы знаете, что там тоже больше 37 градусов. Эту ванну смысла нет принимать. И поэтому здесь те же условия. Также при напряжении эфирные масла Дотера можно принимать внутрь, но под определенную задачу. Например, лаванду, если вы хотите принимать внутрь, это можно делать при таких нервных напряжениях, каких-то стрессовых ситуациях, чтобы резко, быстро успокоиться. Или, например, если вам нравятся какие-то напитки с эфирными маслами, в чашку, например, добавлять каплю целой лаванды, ну, слишком много, потому что, ну, там 200 валилитров чашка и целая капля лаванды, ну, много. Я люблю, например, делать ароматизированный чай. Брать чистую баночку сухую, туда бросать листиков чая, без добавок просто черного чая, без ничего. капнуть несколько капелек, закрыть эту баночку, встряхивать ее в течение нескольких дней. Ну, оставить темное место в течение нескольких дней, ее периодически брать и раз... встряхивать. И через неделю, через 7 дней, она уже будет готова к употреблению, то есть можно заваривать чай и спокойно пить. Конечно, будет намного меньше эффект от эфирного масла, Но такой приятный, все равно успокаивающий аромат у вас будет. Но в любом случае, если, например, у вас какая-то стрессовая ситуация есть, можно что сделать? Подышать с ладошек. Это даст вам успокоение в этот момент, снятие напряжения, тревожности, каких-то таких вот мыслей, особенно которые, например, бывают перед сном. Прекрасно она тоже с этим работает. Подышать с ладошек, либо можно применять с водичкой, но с эмулигатором. Кто-то капает там, может быть, даже под язык, не знаю. Я так не делаю. Но если вы для себя взяли такой способ применения эфирных масел внутрь, и у вас все нормально, у вас нет к этому противопоказаний, в принципе, такой метод тоже возможен. Также лавандочка у нас прекрасное средство от комариков. Например, летом у меня ребенок маленький спал, я ему капала на одеялко просто несколько капелек лавандочки по краю одеялка, и он у меня спал, к нему комарики не липли, все было хорошо. Но к старшему они липли, наверное, просто потому, что он бегал как ненормальный. Для старшего я делала уже спрей с достаточно многими маслами. Могу, если необходимо, поделиться этим рецептом. А также, например, она еще тоже снимает зуд от комаринных укусов, от, в принципе, укусов, какие-то красные точечки. Например, при ветрянке тоже она очень хорошо поможет снять вот этот зуд, когда они чешутся, эти штучечки папулы, или как они там называются. Соответственно, мы это можем тоже использовать себе в плюс, вот эти ее свойства. Также это прекрасная антигистаминная, поэтому как раз сейчас весна процветает поленос. Это, конечно, печально, но если у вас есть лаванда, лимон, перечная мята, чайное дерево, ладан, эти масла прекрасные антигистаминные, лаванда, конечно, это топчик, поэтому можете ее применять. Лучше, конечно, это делать заранее, до начала весны, с февраля хотя бы, чтобы вы уже готовы были к этому моменту, чтобы у вас организм уже накопил эти эфиры немного в себе, чтобы вы уже могли сразу противостоять поленозу. Но если вы не подготовились заранее, в принципе, можно уже и сейчас снимать такие острые симптомы, которые сейчас есть, там, слезящиеся глаза, кашливые симптомы, какое-то покраснение, может быть, чего-то. Соответственно, это тоже можно делать. Также ожоги, конечно же, ожоги. В моей практике уже было то, что я и от ожогов ее тоже использовала, у меня ребенок пролил на себя чай, причем ему было месяца 4, наверное, столь, просто случайно взял просто чашку на себя, вылил горячего чая, явно не кипяток, но все равно горячее, у него прям все сразу покраснело. Я даже не думаю, я в чистом виде просто взяла лаванду, на него нанесла. Можно ее наносить в таких случаях на небольшое количество, если у вас поверхность в чистом виде. И сразу ребенок успокоился, покраснение сразу уменьшилось, я успокоилась, все нормально было, потому что паника, ребенок маленький, обжегся, у меня там ужас вообще, что со мной было. Но быстро все пришло в норму. В течение дня я еще через каждом 2 часа мазала еще раз лавандой, чтобы покраснение еще меньше-меньше-меньше уходило, и, соответственно, все было нормально. И это ее свойство тоже можно использовать, например, летом, когда у вас после вашего прекрасного дня на пляже было слишком много солнца, вы немного обгорели. Можно использовать ее тоже от солнечных ожогов, соответственно. Можно, например, мешать с перечной мятой, с базовым маслом, лучше с кокосовым, потому что она тоже немного имеет охлаждающий эффект, и наносить на места, которые у вас обгорели. Можно чуть-чуть ладан добавить, тоже очень будет хорошо. Тоже через каждые 2 часа. Почему через каждые 2 часа? Потому что через 2 часа у нас эфирные масла выводятся из организма, через нашу систему выделения. При этом всегда мы, конечно же, пьем много-много воды, чтобы у нас помогать нашим эфирным маслам работать. Потому что всегда они, когда попадают в наш организм, они в любом случае выводят токсины, шлаки, которые у вас есть в организме, а они есть у всех. Поэтому нужно им помогать работать. Я думаю, вы когда даже просто используете масла, даже через диффузор, вы всегда чувствуете, что немного вот, немного сохнет горло, и всегда нужно пить много воды. Вчера, по-моему, про это забыла в видео сказать, но сегодня вот говорю. Также, конечно же, как женщина, как девушка, ну ладно, не девушка, а женщина, использую, конечно же, лавандочку для себя, для лица, для волос. Она прекрасна. Например, я для лица использую ее, какие-нибудь масочки делаю, там, с голубой глиной, иногда просто в сметану мешаю наношу на лицо, иногда там с базовым маслом наношу на лицо, оставляю, потом смываю. Люблю делать массаж гуаша с базовым маслом, конечно же, поэтому... Почему лаванда? Потому что она очень хорошо для лица, она имеет такой регенерирующий эффект, она очень хорошо для сухой кожи, которая склонна к угревой сыпи. С угревой сыпью она прекрасно работает, и, например, которые терматиты, экземы, псориаз, у нас вот эти проблемы с кожей есть, тоже она в этом плане может хорошо помочь. Атопический дерматит тоже она в этом плане хорошо помогает. И поэтому она для кожи тоже прекрасное средство. Но помним, да, если вы добавляете эфирное масло в крем, вы должны убедиться в том, что этот крем натуральный. То есть, если вы не знаете, что там в составе, то лучше, наверное, не использовать, а взять, например, там, сделать себе масочку. Вот, как я с глиной даже недавно выкладывала рецепты, где глина, где кокосовое молочко или мед я там уже использую, я уж и сама не помню. Но, в общем, обязательно использовать эмульгатор, который растворит эти эфирные масла, и, соответственно, уже потом вы ее используете для своей кожи. Для волос! Конечно же, для волос тоже мы ее используем, потому что лаванда очень хорошо работает с нашей кожей головы. Если она у нас убирает на кожу сухость, соответственно, на кожу головы, она тоже убирает сухость. Если, например, перхоть и так далее, какие-то проблемы с волосами, она очень хорошо для роста волос тоже работает. Просто можно с базовым маслом нанести на корни волос, ставить на 10-15 минут, можно надеть шапочку, и потом просто смыть шампунем, как вы обычно это делаете. Можно сделать кондиционер для волос, как я это делаю обычно с апельсином. Я тоже выкладывала рецепт, просто полтора-полторашку водички, одну-две капельки лаванды, хорошо перемешать и уже смыть, когда просто помыли голову шампунем. Мне вообще очень нравятся простые рецепты, и я люблю эфирные масла за то, что они мне, например, для волос, вот эти антенны они убирают, и реально волосы растут быстрее. Мне даже парикмахер в этот раз пришла, я у нее долго не была, потому что там что-то рожала, потом кормила. Ну, короче, не была у нее долго. Она такая, в этот раз мне такая говорит, у тебя, говорит, волос-то больше стало, прям вообще, говорит, много. Причем так мне особо не скажут, но волосы, у меня просто волосы не очень короткие, но волосы сами по себе, они стали такие прям густые. И это же можно использовать для ресничек. Я просто беру тушь, у меня самая обычная тушь, я туда добавляю капельку лаванды, капельку розмарина и использую для ресничек. Прекрасно работает. Каждый день просто мажешься, красишься, как обычно, и они у тебя в это же время и растут. Также, если вы, например, хотите отрастить, например, брови, тоже можно так же это использовать, ее прекрасные свойства. И, соответственно, рост волос здесь тоже вам обеспечен. Да, розмарин, конечно, в этом плане намного лучше, но вы можете, например, менять, например, день розмарина, день лаванда, например. Вообще для волос очень много эфирных масел помогает, поэтому можно использовать их тоже. Любые масла у нас работают, конечно же, на наш иммунитет. Если мы, например, даже используем даже лаванда, казалось бы, даже лаванда, на самом деле она очень хорошая противовирусное средство. И, например, когда мы идем в какие-то большие общественные места, в поликлинику и так далее, я капаю, например, либо чайное дерево, либо капельку лаванды на плечика детям, потому что все равно там вот эти вирусы везде летают, я как тревожная мать, всегда заранее все это убираю. И, соответственно, мы можем дома прийти. Если кто-то особенно дома болеет, я обязательно включаю либо чайное дерево с лавандой в диффузор, потому что это дезинфекция помещения, потому что, чтобы эти вирусы потом уже не разлетелись по всему дому. И, соответственно, когда, например, мелкий у меня болеет, ему всего лишь сейчас год и семь, соответственно, у него количество масел по его возрасту разрешенное очень маленькое. и я ему делаю чаще всего, если он болеет лаванду капельку, капельку чайного дерева и капельку ладана и наношу на стопы. Это у нас сразу идет воздействие на весь наш организм. И в диффузор лавандочку и чайное дерево. Можно еще немного лимончика. И, соответственно, можно было бы, конечно, онгард, но мы всегда знаем, что мы, когда используем в диффузоре, у нас идет воздействие сразу на всех людей. И так как маленькому ребенку у меня онгард нельзя по возрасту, согласно, до 6 лет смеси маслом нельзя, мы их не используем для этого. Поэтому у нас чаще всего в диффузоре те масла, которые можно мелкому ребенку. Вообще лаванда при лечении, не при лечении, я неправильно говорю, эфирными маслами принято говорить, что мы не лечим, мы профилактируем и мы помогаем легче прожить, так сказать, болезнь. И, соответственно, она очень хорошо для всяких наших дыхательных систем. Когда, например, сопли у ребенка я делаю с чайным деревом, с лавандой, наношу с базовым маслом на проекцию носа и немного иногда добавляю ладана, потому что ладан усиливает свойства всех остальных масел. Соответственно, у нас лаванда, как антигистаминная, противовирусная, в купе с чайным деревом, который, в принципе, имеет те же самые свойства, они очень хорошо работают с нашим насморком. И для горла лавандочка тоже хорошо работает. Если, например, боли в горле, можно эту же смесь с чайным деревом, с лавандой нанести на горло и каждые 2 часа наносить, пить теплую водичку при этом в течение дня, и уже она будет хорошо вам помогать. Если, например, очень капец какая боль в горле, можно сделать с содой, чайная ложка соды, капелька лаванды на стакан водички и полоскать. она моментально убирает вот эту дикую боль и помогает быстрее с этим всем справиться. Поэтому при каких-то дыхательных вопросах, при астме, бронхите, ларингите и так далее, это масло тоже очень хорошо работает. Еще, конечно же, самый популярный, мне кажется, способ использования лаванды, это все, наверное, знают, что она помогает от моли. И прекрасный запах в шкафу и так далее, это тоже ее прекрасные свойства. Можно сделать, например, саше или, например, просто ватный диск туда капнуть капельку лаванды и положить в ваш шкаф. Уже прекрасно все будет хорошо работать и дезинфицировать. Недавно видела информацию, что лаванда еще помогает уменьшить аппетит. Не замечала по себе. Вот, но, в принципе, если у вас есть с этим такая задача, можно все-таки использовать либо грейпфрут, либо мета-пауэр, которые очень хорошо с этой задачей справляются. Опять я хотела коротко, коротко, у меня не получилось. Это такие кратенькие, что я использую. Может быть, я что-то забыла. Может быть, допишу это в следующем видео. Поэтому, если есть вопросы, обязательно пишите, задавайте. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok